Добрый день! Сегодня будем готовить очередной сверхострый соус. Этот соус называется каталонский ореховый острый соус. Это, ребята, просто бесподобный соус. Я надеюсь, когда вы приготовите, это будет вашим самым любимым соусом. Посмотрите, какой густой, какой у него прекрасный цвет. Просто бесподобный соус. Итак, начинаем готовить. Для нашего соуса нам понадобится виноградный сок. Это сок домашнего винограда. У нас растет на даче белый виноград. Белый виноград. Там немножко и розового лидии. Выдавил свежий сок. Арахис жареный. Надо будет хорошенько его поджарить, чтобы хороший был запах у него. Перец. У меня сверхострые сорта. Это все миллионники. Пхуджалокия. Семподы. Самые-самые острые. У этого перца невероятный аромат. Если никто никогда не выращивал перцы пхуджалокию, либо скорпиона. У этих перцев вкус парфума. Как духи. Таким странным сочетанием аромата цветов. Немножко чем-то пахнет персиком. Так же нам понадобится один лимон. Столовая ложка. Это цедра. Пол столовой ложки сахара. Чайная ложка соли. И белый виноградный уксус. В этом соусе не используется вода. Здесь мы будем использовать виноградный сок. Для начала нам надо загрузить орешки. В блендер. Добавить немножко сока. И все это измельчить. На полкило перца нам понадобится 200 граммовый стакан орехов. Орехи конечно желательно покупать, чтобы они были не жареные. Потому что неизвестно, когда эти орехи последний раз жарились. И когда они очень долго лежат. У них потом такой неприятный вкус старого масла. Так что лучше купите сырые, сами пожарьте, чтобы не испортить соус. Теперь добавляем виноградный сок. Количество виноградного сока берем произвольно. Чтобы добиться определенной консистенции нашего соуса. Теперь остается только закрыть. Включить. И измельчить сами орешки. Орешки желательно измельчить, чтобы они были мелкие-мелкие. Должна получиться вот такая вот консистенция. Переливаем все. Теперь загрузим сам перец. И тоже измельчим. Теперь загружаем перец. Я загружаю его целиком. Не разрезаю, вместе с семенами совсем. Он будет во много разострее. Такие забрасываем. Блендер перчик. Теперь мы можем выжать лимон сока. Либо загрузить лимон целиком. Но если корочка вас тоненькая на лимоне, его можно загружать целиком. Если толстая, желательно, конечно, либо стереть цедру, загрузить. И загрузить отдельно сок. Ну, так как у меня кожица тоненькая на лимоне, я загружаю его целиком. Также высыпаем сюда сахар, соль и сам лимон. И продолжаем все измельчать. Все. Наш соус готов. Теперь переливаем его в кастрюлю и ставим на огонь. И на медленном огне будем варить в течение 15 минут. Мы измельчили перец. Посмотрите, какая консистенция у нас получилась. Он получился довольно-таки густой, с крупной фракцией. Этот соус можно готовить двумя способами. Если вы хотите, чтобы у вас соус получился пасто в разной форме, можно измельчить перец. Ну, не сильно мелко. Просто порезать его. Загрузить в кастрюлю. Загрузить все полностью ингредиенты. Все это дело в течение 15 минут прокипятить. Потом загрузить в блендер и в блендере измельчить. Тогда фракция у самого соуса будет мелкая. Но потом придется снова то, что вы измельчили, снова поставить на плиту и еще 10 минут варить. Как бы получается двойная термообработка. Острота такого соуса немножко будет меньше, чем, к примеру, соус, который прошел только одну термообработку. Но у него фракция намного раз крупнее. Мне больше нравится, когда фракция крупнее. Когда раскусываете сам перец, вы ощущаете вот именно сам вкус самого перца. Потом попадается там, к примеру, маленький кусочек лимона. Ощущается сам лимон. Просто бесподобно. Вот с такой фракцией мне больше нравится, чем когда фракция очень и очень мелкая. Ну, это, как говорится, на любителя. Все. Перец наш уже измельчен. Нам останется только поставить его и прокипятить еще в течение 15 минут. На соус потихонечку кипит. Надо постоянно помешивать. Потому что соус может пригореть. Ровно за 5 минут до окончания варки всыпаем цедру. Все. Теперь еще варим 5 минут. Через 5 минут мы разольем наш соус по стерилизованным бутылочкам и закатаем. Такой соус может храниться до 8 месяцев в холодильнике. Этот соус подходит для всех абсолютно блюд. То ли это рыба, или это мясо, пицца. Это универсальный соус. Просто супер. и вкус и аромат у него бесподобный. Все. Варим еще 5 минут. До окончания варки осталось 2 минуты. Теперь заливаем уксус. Уксуса заливаем 100 миллилитров. Но так как я брал все на много раз больше, я вливаю сюда 250 миллилитров уксуса. Все. Еще варим 2-3 минутки и наш соус будет уже готов. Наш соус готов. Посмотрите какая густота у него. Очень ароматный, очень густой соус. Если вам понравился такой соус, вы можете приготовить его сами. Либо купить у нас каталог на наши соусы. Вы можете найти под этим видео в верхней строке комментариев. Там есть каталоги семян острого перца, каталоги томатов и каталоги нашего острого соуса. Также вы можете заказать семена, вырастить растения и приготовить этот соус сами. Это просто бесподобный соус, ребята. Так что советую всем. Готовьте и он обязательно вам понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.